здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале мои дорогие вы очень часто задаете мне вопрос о том как я закрываю паголинок у носка когда вяжу носок от мыска то есть мы вяжем от мыска заканчиваем резинкой на паголинке и вы меня спрашиваете каким образом я произвожу закрытие петель чтобы было эластично и удобно сегодня я вам покажу самый мой любимый способ на сегодняшний момент времени делаю я его так нет не так давно то есть открыла я для себя его ну достаточно недавно и после этого он мне очень понравился нравится больше всего официально или неофициально я я его увидела под названием закрытие иглой имитация набора длинный хвост то есть если мы с вами вяжем носки от паголинка у нас выглядит наборный ряд вот так вот видите с лицевой стороны и с изнаночной вот такой вот рубчик если мы вяжем носки от мыска и закрываем образом тем который я вам сегодня покажу у нас выглядит аналогично вот с лицевой стороны и если мы посмотрим с изнаночной там тоже будет вот такой рубчик единственный здесь просто спицы толще вот видите лицевая изнаночные не спицы а нить то толще здесь нить потоньше но тоже видно вот лицевая сторона и вот изнаночная абсолютно одинаковые что набор что закрытие то есть не зря его называют имитация набора длинный хвост это закрытие достаточно эластичное посмотрите как хорошо тянутся носки видите очень хорошо они поддаются растяжению и вот этот ряд он не сдерживает растяжимость полотна но при этом и в суженом виде так сказать в ровном виде тоже смотрится великолепно мне это набор очень нравится вернее это закрытие очень нравится поэтому давайте возьмем иголку ножницы и приступим мы с вами связали носок носки я вижу сразу два метода magic loop на спицах отрезали нитку необходимой длины ну у меня это около метра все ниточки у нас отрезаны носки у нас связаны ножницы и игла я буду делать закрытие иглой имитацию набора длинный хвост и что я делаю вот у меня начало первой половинки носка и я делаю вот такие движения в первую петлю мы заходим как бы сверху вот так как будто лицевую вяжем зашли вытащили нашу нитку но не до конца вытягиваем и оставляем небольшую петлю вот она теперь мы заходим сзади с задней стороны в предыдущую петлю она пока у меня на этой спице заходим вот так сзади зашли и под низ под эту петлю мы провели иглу и все это достаточно хорошо затягиваем затянули теперь петлю со спицы мы снимаем все сняли засовываем нашу иглу в следующую петлю также как будто мы сейчас будем делать лицевую петлю вставили сделали небольшое кольцо вот такое вот оставили колечко вставляем в петлю предыдущую которая у нас была вот она эта петля вот она и мы сзади в нее вставляем иглу вот таким образом и под нашу петлю затягиваем затягиваем не очень туго но и не слабо сделаем как бы вот такую же петлю как при наборном крае затянули петлю со спицы спустили снова вставляем иглу как будто будем вязать лицевую петлю оставляем здесь кольцо и в предыдущую петлю вот она у нас видите вот в нее вставили и под кольцо из ниток затянули сделали сформировали петлю как у наборного края по длине сняли петлю со спицы в петлю можно сразу делать вот так в другую петлю и под нитку и теперь уже вытягиваем вытягиваем затягиваем петлю снимаем в следующую в петлю на спицы сзади в петлю предыдущую и под нить и вот таким образом сшиваем раз-два и под нить затягиваем раз-два и под нить под нить затягиваем снимаем раз-два и под нить затягиваем снимаем раз-два и под нить затягиваем и у нас получается имитация наборного края как будто бы мы с вами вот здесь петли набирали отлично смотрится с изнаночной стороны есть вот такой вот специфический рубчик он бывает и при наборном крае а с лицевой стороны вот так все ровно но я думаю вы принцип поняли давайте дойдем до конца самостоятельно довязываем последние петли у меня их осталось 2 на этой половинке носка в петлю в предыдущую и под под нитку сняли снова в петлю в предыдущую и под нитку все половинку мы сделали посмотрите какой эластичный край получается видите и как красиво смотрится это еще даже не стиранное полотно на стираном полотне будет еще лучше сняли иглу с нитки теперь присоединили к другому носку если вы вяжете как я по два носка если по одному то у вас проблем нет если по 2 вы сначала закрываете половину одного носка потом половину второго носка заправили нет нить в иглу и начинаем также ну все совершенно также так я немножечко стягиваю вот так вот полотно чтобы вот здесь не сильно петля вот это не расхлябалась в петлю в петлю предыдущую она сейчас пока еще на спице вот он и под нить так сняли петлю снова в петлю на спице сделали кольцо в петлю и под нить затянули и все то же самое повторяем и для этого носка в петлю в предыдущую и под нить ну и все провяжем до конца мы провяжем одну половинку и вторую закрываем последние две петли первого вернее второго носка 1 2 не поднись снимаем и поднись теперь убрали спицу и стараемся найти самую первую нашу петлю самую первую вставить сюда иглу вытаскиваем снова в петлю и под низ как бы вот так туго-туго сделали последнюю делаем очень туго вот зацепили теперь вытаскиваем просто наизнанку и с изнанки мы это дело сразу заправим пока у нас игла вернее ниточка в игле сразу заправляем хвостик вот таким образом я прохожусь вдоль лицевой петли выхожу в обратную сторону и прохожусь вдоль второй половинки петли можно это сделать вот так вот таким образом и вытягиваем растягиваем все наши ниточку чтоб она у нас потянулась как можно и обрезаем вот таким образом мы получаем с вами наш край у одного носка он пока не отстиранный смотрится еще пока не очень хорошо но сейчас мы постираем носки заблокируем и я вам покажу как это смотрится будет поверьте мне очень хорошо теперь нам остался вторая половина первого носка мы снова берем нашу иглу вставляем в нее остаток ниточки и дошиваем наш ряд закрытия все то же самое как у первого носка вот мы с вами на начале второй половинки первого носка вот вставляем снова сюда ищем последнюю петлю вот она у меня и под нить затягиваем снимаем и все тоже то же самое и так вяжем до конца и тоже прячем кончик ну вот мои дорогие друзья прошло 10 минут и все готово у нас посмотрите какое замечательное закрытие получилось очень эластично очень комфортно и красиво смотрится ничто здесь не воланом не идет все ровненько и при этом хорошо растягивается ну по моему это самый классный способ мои дорогие друзья я буду с вами прощаться большое вам спасибо за то что остаетесь со мной всего вам самого-самого доброго мирного здорового и любимого и до скорых встреч пока пока пока